Всех приветствую! Это «Рынки. Утро». Меня зовут Дмитрий Александров. И вместе с Богданой Приходой говорим о главных событиях на эту неделю. Обсудим их вместе с вами, пишите комментарии, вопросы, и мы обязательно ответим на них в прямом эфире. Но сначала давайте вспомним календарь, что ждет нас на этой неделе и сегодня. Сегодня, Дим, ждем отчет ВТБ за третий квартал. Во втором квартале компания увеличила чистую прибыль по МСФО на 8,5%, где-то до 155 миллиардов рублей. Также сегодня должны выйти операционные результаты Норникеля за 9 месяцев. Чистая прибыль за первое полугодие упала на 23%, до где-то 830 миллионов выручка Норникеля сократилась на 22%. Также с сегодняшнего дня Мосбиржа включит акции «Аренодата» в сектор рынка инноваций и инвестиций. И напомню также, что на нашем сайте вы сможете найти дивидендный календарь. Один из российских компаний объявили выплаты за 9 месяцев этого года. От них ждут дивиденды на где-то триллионы рублей. РБК инвестиции собрали все даты и прогнозы по дивидендам и по всем событиям. QR-код на вашем экране. Конечно же, переходите, читайте, изучайте. ВТБ, конечно, будем ждать. Интересно, если банк сможет выйти на прибыль порядка 500 миллиардов рублей. Сейчас это не выглядит недостижимым, то ПИИ составит даже меньше двух. То есть ВТБ будет оставаться самым дешевым банком. Фактором давления будет оставаться, возможно, СПО. Напомню, что недавно как раз Минфин объявлял о том, что есть целый ряд государственных компаний на продажу. Но вот ВТБ, насколько известно, в их список входит. И доля государства может быть сокращена до 50% плюс одна акция. Будем следить за развитием этой истории. Дима, прежде чем мы подключим нашего гостя, я задам вопрос, который Денис адресовал тебе. Дмитрий, добрый день. Как считаете, насколько оправдано повышение ставки в плане борьбы с инфляцией по отношению к негативному воздействию ставки на экономику и эмитентов? Не находите ли, что баланс на стороне негативного воздействия? Вопрос шикарный, на самом деле очень глубокий. Почему Центробанк сейчас так с трудом борется с инфляцией? Потому что причина инфляции, по сути, не монетарная. А методы борьбы у Банка России как раз монетарные. То есть это денежно-кредитная политика. Что я здесь имею в виду? Во-первых, санкции ограничивают технологии, технологии ограничивают производство. То, что раньше могло импортироваться из Европы и Соединенных Штатов Америки, на сегодняшний день импортироваться не может. Из Китая также есть большое количество ограничений, вторичные санкции. Это все приводит к разрыву между спросом и предложением. То есть предложения, по сути, недостаточно. Это подогревает инфляцию. А с другой стороны, есть расходы на спецоперацию. Это доходы и участников, и производство, которое находится вокруг ВПК. И такое производство, по сути, всегда во все времена, это еще во время Второй мировой войны было замечено, имеет проинфляционные характеры. Потому что товары, которые выпускаются, не являются товарами длительного пользования и, по сути, сразу превращаются в инфляцию. Поэтому, действительно, сейчас, скорее, вот эта история с ключевой ставкой, она влияет негативно на бизнес, негативно влияет на производство в том числе, и возможность сокращения вот этого разрыва между спросом и предложением. Но вот буквально сегодня Банк России анонсировал, что планирует менять свои подходы в следующем году. Пока что это вот такое было загадочное объявление, будем смотреть, что здесь имеется в виду. Но, действительно, ставки здесь недостаточно, как и в целом монетарных методов. Спасибо за ваше участие и ждем ваши вопросы. Все больше чат-бот, вот обязательно пишите, самое интересное, обсудим в прямом эфире. Да, ну а сейчас я предлагаю обсудить инструменты с фиксированной ставкой. После роста ключа до 21% они стали как никогда привлекательны, но их сейчас такое большое множество, что можно запутаться и действовать не очень эффективно. Разбираться мы будем с Сергеем Русселом, директором по инвестициям, управляющей компанией АКапитал. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро всем. Ну что ж, обсуждаем фикс-тынком. Первое, что приходит в голову, это, конечно же, депозит, самый понятный, простой, распространенный инструмент. Насколько сейчас депозиты интересны, какие в них есть риски, на какие сроки нужно смотреть инвестору и что внимательно читать, где есть подводные камни? Ну, в принципе, депозиты, на наш взгляд, по крайней мере, на данный момент являются, пожалуй, самым интересным инструментом с фиксированной доходностью. В одной из наших стратегий казначейской мы нашим клиентам предлагаем все варианты размещения денежных средств на денежном рынке. И то, что мы видим, выставив контрагентскую сеть с банками, что банки сейчас очень активно бьются просто не на жизнь, а насмерть за пассивную базу. Связано это с отменой послабления по нормативу краткосрочной ликвидности N26, который вот случился весной. И после этого мы видим, что банковские депозиты на крупные чеки, они составляют уровни порядка ключ плюс 2-3%. Соответственно, поскольку многое, точнее, все связано с балансом между активами и пассивами внутри самих банков, то необходимо внимательно изучать, какие предложения у какого банка и какие потребности на каких сроках существуют в тот или иной момент времени. И ставки по депозитам очень волатильны. У нас был случай, когда банк в понедельник на месяц показывал ставку 20%, на следующий день на этот же месяц у него же, у этого же банка была 18-я ставка. Соответственно, еще до повышения ставки мы видели, что очень крупный, наивысшего кредитного качества банк давал ключ плюс 3% пункта на срок до полугода. И вот многие люди, я не раз сталкивался с таким мнением, считают, по крайней мере, в Телеграме, многие эксперты, скажем так, они высказывают предположение, что банки якобы фронтранят, обладая какой-то информацией. Это не так, а значит, и не обладают никакой информацией относительно того, что будет сделать центральный банк, просто у них есть свой собственный бизнес, им необходимо формировать эту пассивную базу. И банковский депозит сейчас, с нашей точки зрения, он наиболее привлекательен. Сергей, а вот вопрос, действительно, он выглядит привлекательным, ставки вроде как высокие, но вот если откатиться во времени назад, даже если вы смогли разместиться под ключ плюс 3% при ключевой ставке 16%, то сейчас как будто бы вы проиграли инструментом того же самого денежного рынка, который пока что только растет, но, вероятно, в декабре мы увидим еще одно повышение. Не рано ли зафиксироваться, скажем так, на относительно длинные сроки, там, на те же самые полгода? Да, ну, здесь все зависит просто от того, на какой срок вы, ну, точнее, какое у вас собственное представление относительно дальнейшего движения ключевой ставки. И если вы предполагаете, что она будет продолжать расти, то просто сокращайте срок размещения. Вы будете таким образом синтезировать фактически себе тот же самый флотер, размещая месячно. Другое дело, что физическому лицу достаточно проблематично, я думаю, будет, особенно если там объем небольшой, ему достаточно трудно будет самостоятельно отыскивать лучшие предложения и, соответственно, перемещать денежные средства между банками. Ну, это, в принципе, работа, да, это работа. Ну, то есть смотрим на более короткие депозиты сейчас, с учетом, что ставка может еще подрасти. Да, вот вопрос от нашего зрителя. Простите, да, продолжайте. Ну, просто учитывая то, какой темп Центральный банк наш занял по ожесточению, соответственно, денежно-кредитной политики, и то, что он, в общем-то, дает все сигналы, предполагая, что он не собирается останавливаться. И вот то, что мы видим из публикации, там, как бы, его среднего значения ставки до конца года, один из возможных сценариев повышения ее до 23% пунктов, но, да, в этом смысле ожидать снижения в ближайшее время не приходится. Либо, либо произойдет какое-то событие, которое очень стремительно и резко развернет денежно-кредитную политику вспять. Но это уже казино. Да, вот хочу, чтобы вы пояснили, потому что Иван спрашивает, за счет чего банки будут выплачивать проценты по вкладам с такими ставками? На депозитах уже почти бюджет страны, а ставки по ипотеке 27%. Неужели банки смогут заработать только на кредитах? Ну да, да, все очень просто. Банки просто повышают, соответственно, ставки по кредитам. Соответственно, вот то, что мы тоже, общаясь с представителями эмитентов, видим, что кредиты сейчас выдаются ключ плюс 300. Соответственно, для... Ну, мы там сделаем такой маленький задел на будущее. Корпоративные эмитенты, они должны, причем высокого качества кредитного, хорошего, они берут, ну, вынуждены кредитоваться в банках под ключ плюс 300. Соответственно, им дешевле выйти на рынок и занять, допустим, те же самые флоутеры занять под ключ плюс 200. Но, во-первых, не все это делают. Не у всех, ну, далеко не у всех клиентов есть возможность такая, выйти на облигационный рынок, соответственно, им приходится платить. И банки будут просто перекладывать стоимость этих денег, соответственно, на свой актив, то есть на клиентов, которые берут у них кредит. Ну, либо второй вариант... Вместе с этим все-таки тяжело перекладывать на 100%. Мы уже видим, что у некоторых банков, как минимум публичных, идет ухудшение цифр по отчетности. Вот обсуждали в первой части выпуска, что Совкомбанк планирует сократить свои цифры, прогнозные по чистой прибыли по итогам года. Поэтому, как будто бы перекладывание все-таки происходит не в полном объеме. Сто процентов. Сто процентов. Ну, так не бывает, что ты спокойненько просто ретранслировал удорожание своих денег и продолжаешь зарабатывать, сколько зарабатывал. Поэтому, как и в принципе на рынке, так и в банковском секторе в частности, необходимо очень внимательно следить за структурой активов и пассивов, соответственно, компаний и конкретных банков. Есть компании с лучшим состоянием, есть компании с более печальным, есть банки с плачевным состоянием. Поэтому времена, когда можно было спокойненько, просто не думая о покупать там ВДО, высокодоходные облигации, или просто покупать те бумаги, которые дают большую доходность, не считаясь рисками, они прошли. И мы сейчас находимся на территории очень опасной, когда не любой банк, скажем так, и не любая компания одинаково полезны. Сергей, давайте поговорим подробнее про флоутеры. Вы уже действительно эту тему затронули. Прошлая неделя была для них объективно неудачной. Практически все корпоративные флоутеры снизились в цене. По ОФЗ тоже идет снижение. Хотя казалось бы, что это безрисковый инструмент с точки зрения процентного риска. Но вот как раз то, о чем вы говорите, расширение спредов по кредитам в банках, оно, конечно, транслируется на расширение спредов и на фондовом рынке. И как будто бы это только начало пути. Как вам кажется, флоутеры сейчас уже привлекательны для покупок? Или мы, скорее всего, увидим дальнейший рост премий? Ну, это хороший вопрос. Это зависит от того, как будет происходить ситуация на рынке кредитования. Если мы будем обнаруживать, что там эти спреды продолжают расширяться, или что, скажем так, борьба за эти пассивы со стороны банков усиливается. И теперь им приходится привлекать деньги уже под ключ плюс 400, ключ плюс 500. И чтобы хоть как-то справиться с этим, хотя бы за ноль отработать, выдавать кредиты. Да, у нас, кажется, небольшие технические сложности с гостем, с подключением. Я предлагаю тогда обсудить пока отчетность делимобиля, которая вышла у нас буквально прямо сейчас. Я вижу, что за 9 месяцев идет рост автопарка на 26% и на 24% растет количество проданных минут. Но вот вместе с тем, к сожалению, пока что полных цифр компания не выложила. Мне, например, наиболее интересно посмотреть на уровень кредитной нагрузки и процентных платежей, потому что все-таки практически весь автопарк берется в лизинг. И с учетом того, что ставки, очевидно, сейчас плавающие, это будет приводить к снижению маржинальности и прибыльности по компании. Поэтому наращивание автопарка – это, конечно, плюс с точки зрения бизнеса, но в текущих условиях как будто бы может быть не плюсом. Я думаю, мы еще вернемся к делимобилю сегодня. А пока я предлагаю вернуться к инструментам с фиксированным доходом. Как раз обсуждали флоутеры. Сергей, вот вашу позицию примерно поняли. Расскажите, пожалуйста, ваше личное мнение все-таки сейчас. Уже можно набирать флоутеры или пока что все-таки рано? Ждем развития ситуации на рынке кредитов? Ну вот то, что мы видим сейчас, по крайней мере, в нашей компании, то, что мы делаем, мы сокращаем максимально дюрацию флоутеров, потому что рынок за последний месяц обнаружил, что и у флоутера есть такое понятие, как дюрация. И в случае, когда спред расширяется, то падение может сжирать весь тот профит дополнительный, который эти флоутеры предоставляли, будучи защитным механизмом как раз-таки от роста ставок. Поэтому все, что до двух лет и обязательно со структурой ставки, ключевая ставка плюс какой-то спред в зависимости. Вот сейчас Макрон размещает 175 базисных пунктов с ежемесячным обязательно начислением. Потому что волатильность ключевой ставки и ее изменения очень высокая. И вот рынок не приемлет, он уже все не готов брать ничто, связанное с кварталом. Все, что вышло двух лет, тоже оказывается... Сергей, все-таки возражу, сама-то выплата купона может быть и квартальная, но просто сейчас появились формулы с пересчетом средней ставки. То есть выплата проходит ежеквартально, но исходя из той ставки, которая менялась внутри квартала. На такие инструменты спрос сохраняется все-таки. Да, дело в том, что вы просто в меньшей степени будете рекапитализировать свой процент. Это правда. Как следствие, у вас эффективная ставка будет пониже. Поэтому мы говорим просто исключительно про ликвидность. Это тоже немаловажный момент, потому что что произойдет в случае, особенно что произойдет в случае, когда денежно-кредитные политики начнут разворачиваться, и как рынок отреагирует, как вообще все эти объемы пойдут в стакан, и что случится с ценой, когда люди будут стараться переходить в фиксированный купон. Нам остается только догадываться. Поэтому мы, по крайней мере, занимаем очень консервативную позицию здесь. И пока что она приносила свои клады. То есть фиксы вы пока не идете? Не считаете их привлекательными на текущих уровнях? Фиксы мы идем, но фиксы короткие. Фиксы, причем не просто короткие. Рынок стал сложным. И мы идем в тех ситуациях, когда относительно текущего уровня ставок мы видим какие-то проливы и какие-то неэффективности. Мы не идем в те инструменты, которые предлагают условные 30% годовых, как какой-нибудь ОК, например. Потому что с нашей точки зрения это уже очень турбулентная территория. С точки зрения кредитного риска самого имитента мы не готовы брать на себя этот риск. С нашей точки зрения это на данный момент баланс рисков смещен в сторону негатива. Я тут с вами полностью согласен. Я тоже смотрю и голосую за короткие бумаги корпоративного сектора, но строго с хорошим кредитным качеством. Сейчас можно потерять все, а заработать относительно немного на дополнительной премии. Сергей, еще вопрос про валютный инструмент. Тоже в первой части передачи уже обсуждали. Банк России поднял ставку по юаневым свопам до 21%. И это, безусловно, чисто математически должно негативно сказаться как минимум на юаневых инструментах, как максимум на в целом валютных инструментах. Насколько вам сейчас интересны именно вещи, привязанные к зарубежной валюте? Значит, я согласен с вами. Наш Центральный банк сейчас не просто ужесточает денежно-кредитную политику в рублях, он еще ужесточает валютную политику. То есть фактически повышает ставку и по валютным инструментам. Ну и здесь, опять же, нет оснований предполагать, что что-то изменится. Поэтому, если вы хотите каким-то образом защититься от ослабления рубля, которые при текущих уровнях, в том числе валютных ставок, вероятность этого увеличивается стремительно, потому что у вас на весах либо 20% получать в рублях, либо 20% получать в юанях, при условии, что мировые ставки в юанях... Ну 20% вы, наверное, не получите все-таки в юанях. Не получите, да, не получите. В вашем случае пока что доходности не такие, это около 10%. Да, ну доходности уже около 13%. Вы можете всегда размещать, вы могли в течение последних месяцев размещать на денежном рынке, наверное, это под 13,5%. Или можно покупать фонды, которые размещают денежные средства, если у вас нет, если вам брокер не предоставляет такого доступа, и они делают это за вас. И мы видели, что там за месяц такие фонды сделали от 5 до 10% пунктов за один месяц. Но мне на данный момент нравится синтезирование валютной доходности, особенно то, что касается долларов, поскольку банки вынуждены свою открытую валютную позицию перекрывать, ну точнее инструментов у них перекрытия своей открытой валютной позиции немного, то мы часто видим ситуацию баквардации на рынке фьючерсов, когда дальний фьючерс стоит дешевле, чем ближний, и у вас есть возможность покупать этот дальний фьючерс дешевле на 10 годовых. Мы такое видели совсем недавно. Какая доходность у такого синтеза получится? Ну вот 20% доходность в рублях плюс 10%, которые можно словить в этот момент, то есть порядка 30% в валюте. Но для этого необходимо ловить, искать, это работа. Это не то, что нажали на одну кнопку, как бы и сделали. РУС-28 прямо сейчас. Интересно, есть ли риски с замещением его? Что, простите? А, РУС-28. РУС-28, да, на бирже купить сейчас интересно, или есть риски, связанные с замещением? Буквально минуту у нас. Ну, единственный риск замещения, связанный со снижением активности после замещения, других рисков я лично не вижу. С моей точки зрения, да, уже... Отсутствие торгов. Не пропадет ли текущий РУС-28 с торгов после того, как выйдет бумага замещающая? Ну, мы видели заявление от Минфина, что не пропадет. У нас нет оснований не доверять нашему правительству. Хорошо, спасибо. Тогда будем смотреть на валютные инструменты. С нами был Сергей Руссел, управляющий директор УК «А-Капитал». Тим, вопрос, коротко. Индекс Мосбиржи упадет, интересуется Александр? Буквально минуту у нас осталось. Я думаю, да, что до 12 мы увидим основные... Развитие основных событий, маржин-колы, если они произойдут. После 12 уже можно смотреть более стабильную ситуацию. Ждем открытия торгов. Далее на РБК главные новости. Не переключайтесь.